Виноделы Одесской области не могут получить лицензию на торговлю. Чтобы реализовать качественный продукт, предпринимателю необходимо получить разрешение почти в 40 инстанциях. Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили хочет упростить процедуру для представителей малого бизнеса. История одесского винодела из Франции в сюжете Ольги Голодовой. Как похоронить мечту бюрократии? Бессарабия – это винный регион, и виноделием тут занимаются двор через двор. Чтобы продать вот такую бутылку с алкогольным напитком, необходимо получить 39 согласований. На практике это невозможно. Кристоф Лакарен – винодел из Франции. Вместе с женой и двумя детьми проживает вблизи села Шаба Одесской области. Арендует землю, выращивает виноград и делает вино. Небольшой бизнес инвестирует сам Кристоф и его друзья. В 2008 году Совет меняет эту сельскозную землю на стройки. И вы понимаете, в нашей территории, это массив 90 гектаров, 12-13 минут для моря, можно строить коттедж, убрать виноградник. За более чем 10 лет аренды земли виноградники Кристофа жгли 23 раза. Кустарников уничтожено на 70 гектарах. А 14 января в дом Кристофу пришла пара молодых людей. Мужчина с женщиной хотели приобрести вино. Кристоф долго отказывался, в итоге согласился. А дальше все как в страшном фильме. Выскочили несколько, 5 или 6 машин с автоматами. Люди руки на капот, и мне, и Кристофа его обыскивали. Потом предъявили нам решение суда на обыск подвала, поскольку мы подозреваемся в том, что тут организован цех по выпуску контрафактного вина. Производство вина действительно имеет место. Было установлено 7 тысяч бутылок вина уже разлитого. И почти 25 тысяч литров виноматериала. Мужчина признается, что работает без лицензии. Он пытался получить необходимые документы, но у него не получилось. Чтобы продавать алкоголь с лицензией, надо 39 согласований с различными органами. В большинстве случаев, говорит, ему попросту отказали. Кристоф считает, что арендованную землю хотят захватить. Чтобы этого не случилось, Михаил Саакашвили выступил личным адвокатом Гристофа Лакарена. Я хочу всех тоже призвать, просто объединиться, что наконец-то у нас в Украине, в Одесской области, было легальное виноделие. Легально мы производили вино. Легально люди имели доступ к качественному продукту, а не к барматухе. Когда платишь взятки, лучше у вас производить красители делать, естественно. Когда не платишь взяток, тогда все будут продавать нормальное вино. Михаил Саакашвили хочет помочь одесским виноделам. Он предлагает внести изменения в законодательство и упростить процедуры контроля для производителей вина.